Представьте себе, что вы случайно находите где-то пистолет. Ну и казалось бы, хорошо, нашли и нашли, и отдали его в полицию, и дело закрыто. Но дело-то вовсе не закрыто, потому что самое интересное заключается в том, как он туда попал, откуда он там взялся, кто его спрятал и зачем, какие были мотивы, где они его взяли. Оружие это не то, что можно свободно покупать или продавать, особенно в некоторых странах. За дело принимаются криминалисты. Их задача по каким-то уликам и косвенным ситуациям определить весь путь этого оружия от момента покупки до момента нахождения там, где вы его в итоге нашли. А что если это было не просто оружие? А что если это что-то, что может использоваться для создания ядерного оружия? Ставки сильно возрастают. И именно этим занимается ядерная криминалистика. Ядерные криминалисты пытаются отследить, как материал ядерный, если он находится где-то, где его быть не должно, туда попал. Итак, как же стать ядерным преступником? Ну, тут два варианта. Все зависит от того, кем вы являетесь. Если вы человек, обычное физическое лицо, то вам достаточно попробовать украсть ядерный материал. Задача, на самом деле, не из простых и не очень разумная, потому что любой ядерный материал сам по себе радиоактивен. Но если вы как-то умудрились его достать и попытаетесь его куда-то продать, поздравляю, вы ядерный преступник. Но ядерным преступником может быть не только лицо или группа лиц, а целое государство. Дело в том, что в мире есть только пять государств, которые официально обладают возможностью иметь и использовать ядерное оружие. Это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Именно эти страны по договору о нераспространении ядерного оружия, так называемом ДНЯО, имеют возможность производить, использовать, испытывать и так далее ядерное оружие. Остальным государствам это запрещено. И вот если вы государство не из списка вот этих пяти легитимных стран, и вы попробуете произвести ядерное оружие, то вы станете государством преступником. Именно так произошло с Северной Кореей, которая вышла из ДНЯО самостоятельно в 2003 году и сейчас находится под большими международными санкциями. А как мы можем обнаружить, что вы стали ядерным преступником? И вот этим вопросом уже занимается такая область знаний, как ядерная криминалистика. По большому счету это очень молодая область, она возникла в 90-е годы, и у ядерной криминалистики две большие задачи. Во-первых, если где-то найден ядерный материал, как это было, например, в 94-м году, когда его поймали на самолете, который прилетел в Мюнхен из Москвы, или нашли где-то закопанным, или он был потерян и так далее, то возникает большой вопрос, кто его туда принес, откуда он его взял, какими каналами связи он пользовался и зачем он его оттуда вытащил. То есть это была цель продажи, если продажа, то кому? Был ли заказчик? Или это была просто попытка продать его в поисках денег? Это все очень важные вопросы, которые позволяют нам устанавливать, каким образом происходит незаконный трафик ядерного материала. А задача эта очень серьезная. Второй вариант. Поиск способов обнаружить, что у того или иного государства есть незарегистрированная ядерная деятельность. Если где-то производится ядерное оружие, мы же не можем вломиться в каждое здание в целой стране и проверить, не там ли оно хранится. Соответственно, нам нужен способ постоянно мониторить и по свойствам окружающей среды, по пробам воздуха, воды, почвы и так далее, обнаруживать, если где-то производится ядерное оружие. В целях ядерной криминалистики сегодня все чаще используются различные IT-методы. Представьте, что вам постоянно поступает непрерывный поток очень больших данных. Ну, данные с различных детекторов, которые мониторят состояние окружающей среды, спутниковые снимки, ленты новостей, заявления первых лиц, какая-либо активность из мест, где предположительно проводятся ядерные испытания и так далее и тому подобное. Все эти данные нужно обрабатывать очень быстро, буквально в настоящем времени. Как и при обработке другой информации, здесь важно смотреть на соотношение сигнал-шум. И человек не всегда может отделить полезный сигнал от какой-то шумовой составляющей, тем более, когда данных так много. К счастью, сегодня нам на помощь приходят нейросети и различные методики машинного обучения. Если вам интересно понять, почему за эту технологию государство и крупные корпорации готовы платить большие деньги, лучше всего узнать это у профессионалов, у Университета Искусственного Интеллекта. Это крупнейший AI-университет на территории России и СНГ, обучающий работе с нейронными сетями и искусственным интеллектом. У Университета Искусственного Интеллекта есть курс для продвинутых программистов, который длится 6 месяцев, а также курс обучения с нуля для новичков, который длится 9 месяцев. Все курсы проходят онлайн. Преподаватели практики с большим опытом реализации проекта в сфере искусственного интеллекта. Университет гарантирует трудоустройство по специальности Data Scientist или Смежный, а также выдают диплом установленного образца по лицензии Минобра России. Ближайший поток стартует уже 27 и 28 апреля, так что если вы подумываете о смене профессии и мечтаете стать разработчиком, добро пожаловать. Кстати, Университет Искусственного Интеллекта проводит День открытых дверей онлайн. Фактически это вебинар, на который записаться можно по ссылке в описании прямо сейчас. Он проходит каждую среду в 20.00 по московскому времени. Также по ссылкам в описании под роликом можно найти информацию и подробности о всех других курсах университета, так что переходите и смотрите. Какие средства есть в арсенале у ядерных криминалистов? По большому счету ядерный криминалист — это такой очень серьезный детектив, который при этом является ученым. Желательно одновременно геологом, ядерщиком, химиком и, возможно, еще технологом. Становится понятно, что ядерной криминалистикой не может заниматься единый криминалист. Это задача для целого очень большого и серьезного отдела. Как же отследить, где мы взяли ядерный материал? Ну, например, нашли вы где-то таблетку. Таблетка — это такой прессованный порошок, обычно из диоксида урана. И понятно, что она не могла попасть туда, где вы ее нашли, просто так. Кто-то ее туда принес, положил или потерял, а значит, откуда-то он ее забрал. Сразу возникает два больших вопроса. Во-первых, знают ли те, кто должен был отвечать за безопасность этой таблетки, что она пропала? Если они не знают, у нас возникает ряд еще одних серьезных вопросов. А почему? Как это вы следите за своими ядерными материалами? И, во-вторых, если они знают, почему они об этом никому не рассказали? И, собственно, как найти этих тех, кому этот ядерный материал принадлежит? Таблетка отправляется на анализ. И тут в арсенале у ядерных криминалистов появляются несколько разных очень-очень крутых штук. Во-первых, это можно сравнить с поиском улик в классической криминалистике, то есть различными видами химических анализов. Мы разбираем практически то, что у нас есть, на отдельные молекулы и смотрим изотопный состав. Выясняется, что изотопный состав, он везде немножечко разный. Да, это тоже самая таблетка из такого же урана с определенной степенью обогащения, которая нужна для реактора. Но по очень маленьким следовым количествам сопутствующих материалов современные ядерные криминалисты иногда умудряются установить даже шахту, откуда материал добыт. Но как можно выследить ядерный материал вплоть до шахты? Выясняется, что способов много. Например, по соотношению изотопов урана. Мы с вами раньше говорили, что изотопы урана в целом всего два, это восьмой и пятый, но это не совсем так. Очень малое количество есть четвертого урана, шестого урана. Ну, то есть 236, 234, 238, 235. В общем-то, изотопная композиция, она в целом может где-то повторяться. Но если смотреть соотношение конкретных каждых изотопов, например, шестого к пятому, четвертого к восьмому и так далее, выясняется, что оно в целом уникально. И очень большое количество образцов с каждой конкретной шахты удается отследить. В Австралии ставили такой эксперимент, брали большое количество совершенно разных рандомизированных образцов с трех шахт, и почти все образцы, по-моему, там 16 из 18, угадали. То есть нашли способ сопоставить изотопную композицию с конкретной шахтой, откуда она попала. Но всегда есть сопутствующие материалы. То есть можно смотреть по соотношениям изотопов урана к изотопам свинца, которые туда попадают, или использовать какие-то другие изотопы, которые туда залетают. Это может быть серый, это может быть натрий, это могут быть какие-то газовые вкрапления, которые всегда есть в рудах. В общем, в этом смысле ядерная криминалистика очень сильно надеется на геохимию. Поэтому ядерный криминалист должен быть геохимиком. Если все-таки нам не удалось по изотопному составу отследить конкретный материал с конкретной шахты, например, это была таблетка, и она не с одной шахты, а с какой-нибудь смеси, и мы уже их переработали, то и здесь можно легко попасться таким вот образом. Выясняется, что на каждом отдельном конкретно взятом производстве признаки, по которым можно определить, что таблетка, например, была произведена именно там. Например, есть определенные требования к гладкости поверхности. И если под микроскопом очень внимательно рассматривать поверхность таблетки, в целом можно установить, с какого конкретного предприятия эта таблетка вышла. Не говоря уже о том, что можно посмотреть по обогащению. Обогащение тоже для разных реакторов разное, и в разных государствах оно разное. Поэтому мы в целом можем очертить круг мест, где это вообще может быть, и затем пытаться сравнивать. Это можно сравнить с тем, как пытаются сопоставить пулю и ружье. Потому что после выстрела у ружья на пуле остается очень вполне конкретный узор, который должен соответствовать этому ружью. Этим занимается баллистика, в нашем случае это тоже подраздел ядерной криминалистики. Кроме того, преступники часто оставляют какие-то органические, то есть поскольку ее везли, там может попасться вплоть до пробы воздуха, или отпечатка пальцев, или какие-нибудь следы жидкости, или что-то еще. Все это идет в ход, чтобы определить как можно больше информации об этом ядерном материале. В целом сейчас государства стараются сотрудничать друг с другом, особенно в плане ядерной криминалистики, потому что задача очень серьезная, и существует международная база данных нелегального трафика для ядерных материалов. Туда вносятся все материалы, которые где-либо когда-либо нашли, смогли отследить или не смогли отследить, материалы, которые пропали и не нашли, и так далее. Рассчитывать на то, что пропажу не обнаружат длительное время, это не очень хорошо, потому что на любом предприятии есть система учета и контроля. Каждый материал регулярно контролируется, взвешивается и так далее. Единственное, что они могут не посчитать, это что-то, что может быть в рамках погрешности, или списанное на то, что материал распался. Но таким образом выносить что-то придется очень маленькими порциями, очень долгое время, и это будет просто неэффективно. В теории, конечно, все работает как часы и всегда идеально, но на практике у нас есть случаи зарегистрированного нелегального трафика ядерных материалов, а значит откуда-то же они все-таки были вынесены, и в каких-то случаях они не были обнаружены, или по крайней мере не было сообщения, что была обнаружена пропажа. Так что если вы надеетесь где-то украсть и затем продать ядерный материал, не обольщайтесь, все очень сложно. Во-первых, украсть его будет большой проблемой, во-вторых, любая его транспортировка станет для вас тоже большой проблемой, потому что радиационные мониторы на самом деле стоят, они бывают в некоторых местах, где вы даже не догадываетесь, что они есть, и особенно они бывают на границе. Любой ядерный материал, который вы попробуете куда-то перевести, имеет свой след, то есть как минимум там будет гамма-излучение, которое можно будет зарегистрировать, тем более вы не сможете его просто так никому продать. Так что даже не пытайтесь. Но что если вы не отдельно взятый преступник, а целое государство, которое задумало какую-нибудь нелегальную деятельность? Там уже поймать вас за руку будет не так просто. И невозможно будет просто спросить или сделать официальный запрос, потому что обычно, когда речь идет про воровство на уровне человек, украл что-то и куда-то увез, государство планирует сотрудничать, им это выгодно. Но если государство само является преступником, естественно, оно не станет выдавать информацию о себе. И тут подключается другая большая область деятельности ядерных криминалистов. Как определить, что где-то кто-то нашкодил, если он не хочет вам об этом рассказывать? Тут подключаются уже больше физики-ядерщики и технологи. Особенно это связано с тем, что процесс любой ядерной деятельности не проходит бесследно. Когда вы проводите какую-нибудь цепную реакцию деления или любую другую реакцию с ядерными материалами, у вас всегда будут следы, всегда будут какие-то выбросы. Например, где-то радиационный монитор, средство для стандартного контроля радиационной обстановки внезапно засекает какое-нибудь очень небольшое количество следовое, буквально изотопа йода, скажем, йода-131. Откуда он взялся? Дело в том, что что бы вы не пытались сделать в процессе производства ядерного оружия, это имеет очень специфические следы. У вас получаются такие нуклиды, которые нигде больше взяться в природе не могут. Они просто не могут попасть случайно, их не может занести ветром и так далее. Поэтому скрыть их наличие будет практически невозможно. Дальше будет просто гонка со временем. Успеют ли криминалисты определить, откуда ветер дул и каким образом что-то могло до них донести, или успеет ли то государство как-то окончательно замести свои следы или закончить то, что они начинали. Именно так, например, обнаружили в свое время, что у Индии есть незадекларированная ядерная программа. Индия никогда не скрывала, что им не нравится Дняо, они считали этот договор дискриминационным и говорили, почему это пяти странам можно, а нам нельзя, мы тоже хотим. Но когда конкретно они испытали свое первое ядерное взрывное устройство, определили именно при помощи такой протоядерной криминалистики. На тот момент она такой не называлась. Дело в том, что Индия проводила свои ядерные испытания под землей. Это были подземные ядерные взрывы. По результатам сейсмического мониторинга и анализа проб почвы, воздуха, воды и всего остального, МАГАТЭ смогло обнаружить, что была незарегистрированная ядерная деятельность, а если конкретно ядерный взрыв, потому что такие следы мог оставлять только ядерный взрыв. И когда Индию приперли к стенке, они сказали, что вовсе это не испытание какого-то оружия, это мирный ядерный взрыв, который мы проводили для каких-то своих целей. Ну, естественно, никто на эту историю не купился. И с Индией состоялся очень серьезный разговор на международном уровне. Информация о том, какие изотопы где находятся, какой изотопный состав у тех или иных вещей, что какой деятельностью занимается государство, это очень серьезная информация. И весь мир идет в сторону большей открытости, но понятно, что делиться всеми своими секретами никто ни с кем не хочет. Тем не менее, страны работают вместе в рамках МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергетике, подписывают различные конвенции, соглашения, различные инициативы, чтобы не допустить распространения ядерных материалов по миру. И большую часть этой работы выполняют именно ядерные криминалисты. На самом деле, МАГАТЭ очень помогает в этом плане. Они выпускают документы и говорят, что они готовы помочь любому государству-члену МАГАТЭ с организацией собственной лаборатории ядерной криминалистики. Но на деле их не так много. Есть одна, собственно, основная и функционирующая в Германии, в городе Карлсуруе, лаборатория, которая находится на базе Института трансурановых элементов, которые, собственно, выполнили большинство измерений на данный момент. Как таковой отдельно взятой лаборатории, так, чтобы она прям называлась лаборатория ядерной криминалистики, больше нигде в мире и нет. Хотя разговоры об этом постоянно присутствуют. В общем-то, у нас можно создать лабораторию ядерной криминалистики, и некоторые задачи частично выполняются другими исследовательскими институтами, но в отдельную организацию это до сих пор пока не выведено. В заключении можно сказать, что если вы пытаетесь совершить какую-то незаконную или незаявленную ядерную деятельность, мы вам очень не рекомендуем это делать. Помните, что за вами пристально следят ядерные криминалисты, и что как бы вы ни старались замести ваши следы, просто не получится. Если вам интересно послушать больше про ядерную тематику, про то, как работают различные АЭС, разные ядерные топливные циклы, как это происходит в разных государствах, и как можно, спойлер, нельзя украсть ядерный материал с той или иной станции, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии, и так мы сможем понять, что вам эта тема интересна, и больше снимать про это видео. А я с вами прощаюсь, пока. Субтитры сделал DimaTorzok